Перфоманс — это действо, где задействован зритель как часть процесса. Самое, что интересно в перфомансе, что мы не абстрагируемся отдельно, когда, например, идет драматический спектакль, есть сцена, есть зрительный зал, и действо разворачивается только на сцене, зритель как зритель. В перфомансе зритель вовлекается в процесс, и в этом есть интерес, суть, пикантность, какая-то острота. Перфоманс — он никогда не знаешь, как он выльется. То есть ты запускаешь процесс, есть определенный сценарий, действия, а как это разольется, что придет после него, какие чувства, какие эмоции. В этом есть весь интерес и вся суть перфоманса. Во всяком случае, в нашем театре и в нашем проекте. Я часто посещал мероприятия, которые организовывала артель. То есть театр, какие-то постановки. И несколько раз был на, так сказать, баллах в Новый год или в театральный фейерверк. И на одном из таких баллов Ольга Огонькова отметила мое умение танца, как я это понимаю. И когда началась работа над перфомансом, она рекомендовала мою кандидатуру на сети Юрьевна. Ну и вот так я попадаю в перфоманс. Идея, да, она сначала забрасывается режиссером вообще, как такой общий тракт, по которому будем двигаться. Дальше начинается вот это брожение в голове, что бы это могло быть. И вот на опыте уже двух перфомансов, сделанных вот с Настей, это так. Как-то мы там отдельно бродим, потом соединяем. И оказывается, что, ну в общем, мы в одних и тех же бродили в траекториях. Потом начинаются какие-то, дальше происходят чудеса, потому что по наитию. То есть да, есть тема, но у нее миллион поворотов, и часто потом получается не то, что как-то сначала было изложено, да, вот программно так вот задано. То есть все равно просматривается, да, есть мысли у Насти, я приношу какой-то определенный объем музыки, и дальше мы начинаем что-то вместе просеивать, что-то остается, что-то нет. Но определенную часть пути, вот эти работы идут отдельно. Настя думает там сама себе, я перекапываю какой-то музыкальный пласт вот сама себе, что-то начинает резонировать внутри заданным мыслям, отвечать начинает им, тогда я понимаю, что это уже можно нести на обсуждение. Как-то так. И конкретизировать, дальше уже конкретизируем. Перформанс у нас второй. И что интересно, то что наш перформанс, он не как отдельная составляющая, это является частью авторского проекта «Три дня с автором». Каждый год у нас выбирается автор, наш режиссер нашего театра Ольга Владимировна Гонькова, представляет на нашем педагогическом совете автора, и мы уже, начиная с лета, готовимся к работе с этим автором. Каждый день в течение этого проекта происходят различные представления, спектакли, какие-то действия, где вовлечены зрители разного возраста, разного уровня подготовки, восприятия материала, от детей до взрослых, от любителей до, так скажем, профессионалов, знатоков театрального искусства. И перформанс является частью, обычно он проходит во второй день этого проекта, и мне кажется, всегда есть какой-то момент такой неожиданности, что это будет, мы сами иногда не знаем, как это все произойдет. В этом году у нас был проект «Три дня с автором» с Гоголем, и наш перформанс, он достаточно сложно рождался. В прошлом году мы работали с Островским, и там было намного проще, потому что наша тема была «Женские образы» в произведениях Островского, и оно как-то было ближе, было очень много интересных сразу идей, как это можно выразить, как увидеть в произведениях Островского женщин сейчас в современном мире, провести какой-то параллель. Что касается Гоголя, первая задача, которая настояла, нам нужно было отойти от Гоголя «Мистика». Не хотелось брать эту тему, потому что достаточно много об этом, и фильмов снято. Хотелось уйти в какое-то состояние более человеческого, писателя, автора, мужчины, жителя нашей страны. И отсюда наша идея пошла в направление того, что этот перформанс будет мужским, в отличие от предыдущего перформанса. Мы долго думали, долго искали, и как-то сложилось очень интересно. В этом году подобралась очень хорошая труппа ребят, которые согласились на этот эксперимент в перформансе. Мы начали думать и развивать тему именно мужского отношения. Образы складывались мужские. То есть как человек может, пройдя столь непростой, интересный жизненный путь, если мы почитаем биографию Гоголя, он был все время в дороге. У него не было дома как такового. Он переезжал. Сначала была Украина, потом Санкт-Петербург, потом за границей. И вот эта тема дороги, она вошла как-то лейп-мотивом не только в нашем перформансе, а во всем проекте, во всех трех днях с автором. Поэтому название отсюда же идет «Все дороги ведут». А куда они ведут? Это был открытый финал, который мы предлагали зрителям, чтобы они смогли предложить свои варианты, почувствовать, а куда идет ваша дорога, куда ведет ваш путь, к чему это все идет, зачем мы работаем, зачем мы живем, зачем мы любим. То есть здесь очень много может быть смыслов. И мне кажется, именно перформанс, он интересен тем, что каждый человек может на уровне своего сознания, своего состояния в данный момент решить и понять, что он видит, как он чувствует, какие вопросы, какие ответы приходят ему во время действия. Субтитры создавал DimaTorzok В первую очередь у меня, конечно же, возникли сложности, так как я танцор немного иного рода. Я танцую совершенно другое направление, брейк-данс. Это совсем не вяжется с перформансом, это более плавный и спокойный стиль, который выражает чувство как волну какую-то. И сперва было очень сложно понять, как делаются те или иные движения, но со временем я освоился. Субтитры создавал DimaTorzok Когда собиралась музыка, в первую очередь у меня мысль была о творце вообще на земле, творец на земле, мужчина, именно мужчина-творец. В том перформансе были героини, проживавшие, это была женская все-таки история, это история мужская. Мужчина-творец, и вот все какие-то ассоциации с этим возникающие. Огонь как греющая сила, такая воздвигающая и уничтожающая, вдохновение, одиночество. То есть все, что сопутствует творческому процессу, вот скажем так. Ощущение вот себя в мире. Я есть, я не есть, я нужен, я не нужен. Вот это только здесь, или это только здесь, и еще вот туда обращено. Чем шире ставишь круг вопросов, тем больше объем музыкального материала можно просмотреть. Соответственно, точнее в конечном итоге попадешь. Ну вот, по замыслу. Субтитры создавал DimaTorzok Трудности у нас, мне кажется, но если не считать того, что он сложно в этом году рождался, но благодаря нашему потрясающему звукорежиссеру Татьяне Аминне Богомазовой, когда нашлась музыка, когда появились первые звуки, мы понимаем, что вот оно, как-то все сразу идет, сразу идет туда, куда нужно, потихонечку партитура складывается музыкальная. Трудностей в постановке и работе с ребятами с труппой, кто участвовал у нас в перформансе, не было, потому что все настолько были открыты, они настолько хотели увидеть что-то новое для себя, открыть, и они только вдохновляли меня на постановку, и я получала огромное удовольствие в работе с ребятами в этом году. Причем, мне кажется, для многих это было что-то впервые, что-то новое, и вот это доверие к хореографу, доверие к тому, что мы можем прийти к чему-то интересному, это очень подкупает и очень вдохновляет на дальнейшую работу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я обрел какое-то чувство, которого у меня до этого не было, которое я просто не осознавал. Оно появилось, и это скорее чувство музыки. То есть я начал чувствовать и воспринимать на слух мелодию немного иначе, чем раньше. Как немного, абсолютно кардинально изменилось восприятие звука. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаете, вообще тут можно очень хрестоматийно говорить о том, что руки нам Николай Васильевич сам развязал. Каким образом? У него есть статья арабеская, когда он пишет об искусствах. Там есть такая цитата, сейчас я ее так очень примерна, о том, что музыка не покидай нас. Дальше вот сейчас дословно бей по нашим чувствам, буди наши меркантильные души и из нашего мира изгоняй эгоизм. То есть о силе воздействия музыки, о степени. Совершенно конкретно говорит, да, там, бей, буди, изгоняй. То есть какая на музыку задача возложена. Поэтому, когда вот замысливается перформанс, то есть музыка, она, это тот случай, когда, я так иногда шучу, давайте соберемся и соберем зрителей и устроим прослушивание одной только музыки. То есть она сама по себе, она должна быть такова, чтобы она сама по себе рассказала эту историю. Вот как бы она должна быть нагружена так задачей, она должна, чтобы в конечном счете, как бы у нас получилось много воздействия. Это и в помощь перформеру, понимаете, чтобы они тут вот с ума не сошли, музыка им в помощь. Тогда, когда, как я себе представляю. То есть это же трудно очень прожить. Это целый спектакль почти часовой. Музыка позволяет досказать недосказанное, как везде. И надеюсь, где-то им хоть немножко глотнуть кислорода, что она ведет эту линию, не рвет. А какая музыка набирается? Между прочим, Джон Кейдж, композитор, который во втором перформансе уже есть. Слово перформанс на афише появилось первый раз. У него вот эти знаменитые его 4.33 произведения, 4 минуты 33 секунды, когда звучит тишина. То есть это музыкальное произведение, которое уже было актом перформанса, уже официально было заявлено, то есть как бы почти от музыки. Там дальше можно говорить, исследователи пишут и про греков, но, честно, я этого не знаю. Так вот, какие композиторы оказываются в конечном счете произведения, каких композиторов перформанса, это такая штука ненамеренная. То есть если зазвучит музыка, мне не важно, кто это написал, оно должно по духу соответствовать задумке, отзываться. Поэтому выплывают имена самые невероятные, и процентов 30 из них я слышу впервые сама. То есть я вот рою это пространство. Допустим, Джон Кейдж звучит второй раз. Филипп Глаз, удивительный совершенно композитор, звучит тоже второй раз. Появляется имя Яниса Ксенакиса, это грек-композитор и архитектор, это вообще фигура очень противоречивая. Появляется, мы берем произведение в финале, звучит украинский фолк, это тоже находка, но это было намерено. Нам хотелось все равно, чтобы образ, тень Малороссии в конце разрешила. То есть это возвращение на родину, на родину прямую, на родину изначальную, чтобы это прозвучало. То есть национальность композитора в данном случае не имеет значения. Так же, как и общечеловеческие чувства, которые мы затрагиваем в перформансе, они тоже национальности не имеют. Молодцы! 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 Продолжение следует...